Вопрос касается нейромедиаторов Вопрос касается нейромедиаторов Вопрос касается нейромедиаторов Вопрос касается нейромед fleece Вопрос касается нейромед внимание. Если мы говорим про нейромедиаторы, если мы говорим про нейрофизиологию, если мы говорим про нейрохимию, говорить об этом можно, только имея базовое образование по этому направлению, по биологии, по нейрофизиологии, по медицине. Я не могу в одно маленьком видео впихнуть огромную лекцию, которая будет включать в себя все основы этих дисциплин. Ни один нейромедиатор не работает как автомат с газировкой, что четыре кнопки с газом, без газа, с сиропом, без сиропа. Так не бывает ни одна, ни один нейромедиатор так не работает. Нейромедиатор не работает как гормон. Гормон это то, что воздействует уже непосредственно на органы и ткани, то, что является управлением конечного уровня. Нейромедиатор это средство передачи информации. И то, вот я говорю, что средство передачи информации, ложу себя на том, что это не отражает полностью действие нейромедиатора. Нельзя нарисовать на листочке бумаги один синапс, другой синапс, синаптическую щель, треугольнички, квадратики, которые туда-сюда перемещаются, сказать, вот так работает нейромедиатор. К сожалению, это крайняя примитивизация сложнейшего процесса, который до конца не изучен. Да, безусловно. Мы знаем некоторые моменты этой цепочки, мы знаем некоторые нюансы воздействия нейромедиаторов. Но общей картины мы не имеем, и полной информации об этом мы тоже не имеем. К сожалению, на сегодняшний день, отчасти, да, поляризация знаний про физиологию, нейрофизиологию, нейромедиаторы, это хорошо. Да, это хорошо. Но вы должны понимать, что это приблизительно то же самое, что говорить о самолетостроении, зная что-то о том, как крепится шасси. Что-то. Не все целиком о группе шасси, да, а только о том, как вот крепится там, я не знаю, стойка шасси. И вот на основании этого говорить о всем самолетостроении вообще и о пилотировании тоже. Но вот, к сожалению, к сожалению, рассуждения именно такие. Именно поэтому я стараюсь не включать вопросы о нейромедиаторах и нейрофизиологии в тематику канала. Именно потому, что для этого надо сначала читать огромную лекцию на несколько часов вообще про физиологию. Потом еще одну такую лекцию конкретно про нейрофизиологию и еще одну лекцию про нейрохимию. Только после этого, то есть это где-то 3-4 часа информации, можно о чем-то говорить. Но очевидно, что вот в формате видеоблога, в формате, ну вообще в видеоформате совершенно четко отслежено, что то, что больше 10-15 минут уже практически не воспринимается. Часовая лекция в видеоформате это уже мучение. Поэтому, еще раз подчеркиваю, нейромедиаторы, нейромедиаторы это малоизущенная область. Да, мы знаем отдельные моменты их взаимодействия и воздействия на организм, эффекты воздействия на организм. Это мы знаем. Но мы не знаем всю структуру в целом. У нас есть гениальные ученые, которые говорят, да, вот пожалуйста, мозг работает так, мозг работает этак. И это вот так и этак распространяется от каких-то наукообразных построений до указывания на Господа Бога, указывания на какие-то потусторонние силы и еще на что-то. Ради Бога я не судья этим великим ученым. Они великие ученые. Может быть, действительно все правильно, что они говорят. Я не хочу спорить на эту тему, дискутировать, а вот прав или не прав тот или иной великий академик или тот или иной исследователь. Ради Бога все гипотезы хороши, они требуют доработки, они требуют доказательств. Если они такие гениальные ученые, что знают, как работает мозг, то непонятно, почему они еще не Нобелевские лариаты. И почему у них нету своего института, там, я не знаю, в Швейцарии, а они сидят в какой-то задрепленной лаборатории и никуда не двигаются. Может быть, со временем, да, действительно окажется, что они великие и гениальные, но вот на сегодняшний день конкретно работающий схем, четко все объясняющий, который бы позволял это применить на практике, а не только в виде теоретических и таких гипотезообразных построений нет. Если есть, то, пожалуйста, было бы здорово, прекрасно и легко бы подтверждалось. Если это хорошо и здорово только у исследователя, но не позволяет это использовать нигде, кроме как у него в лаборатории, то, извините, это мало достоверно. Опять-таки, я еще раз подчеркиваю, любая гипотеза хороша, она требует работы, она требует проверки, даже если она не подтвердится, она все равно даст толчок и шаг движения вперед. Но не следует воспринимать это как абсолютную истину, то есть не следует руководствоваться вот этим вот правилом, с газом, без газа и так далее. То есть это не одна, две, три, четыре кнопки, это огромнейшая система, которая до конца не изучена. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте www.etnauka.net и на нашем канале на портале youtube.com Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.